Солдаты, вернувшиеся в 1918 году к своим семьям, думали, что ни им, ни их сыновьям не придется более сражаться во имя Франции, ведь они бились за то, чтобы прекратить войну. Немцы потерпели поражение. Их военная техника была выставлена на всеобщее обозрение на площади Согласия в Париже. Французский народ был един в стремлении не допустить новые угрозы со стороны Германии. Однако война изувечила Францию сильнее, чем казалось со стороны. Четыре года здесь шли ожесточенные бои, но и с приходом мирного времени Франция осталась полем боя. Ведь в течение следующих 20 лет среди французов царили раздоры. Дорога на войну Франция Рассказывает автор Чарльз Уиллер В ноябре 1918 года французы вновь заняли Страсбург, столицу приграничной провинции Эльзас-Лотаринге, в которой им пришлось стать немцем в 1871 году после поражения во Франко-Прусской войне. Страна и так заждалась освобождения Страсбурга, считали французы. Кругом царили радость и воодушевление. Все высыпали на улицу. В каждом окне развивались трехцветные флаги. Мы еще удивлялись, откуда столько народу взялось. У каждого была кокарда с триколором. Женщины и дети все еще были одеты по старинке в эльзаские костюмы и распевали марсельезу. Все кричали изо всех сил. Да здравствует Франция! Ладно, мы ее знали. Но вот то, что ее так хорошо знают и наши соседи, стало для нас большим сюрпризом. Невозможно передать охватившее всех воодушевление. Никакой пересмотр границ не мог залечить раны Франции. За время войны погибло полтора миллиона человек. Четверть всего населения моложе 30 лет. И это в стране, где уровень рождаемости не превышал уровня смертности. Четыре миллиона человек были ранены. Из них полтора миллиона остались калеками. Почти каждая семья понесла утрату. Из родни Мари Ройер с войны не вернулись восемь мужчин. Старшие из моих родных братьев и семеро двоюродных погибли, когда 4 сентября 1916 года смерть забрала моего брата Марселя Ройера. Ему было всего 26 лет. Казалось, рыданием не будет конца. Мы до сих пор не можем вспомнить о нем без слез. Конечно, война изменила меня. Я все, все помню до сих пор. Эти воспоминания умрут лишь с моей смертью. Вы представить себе не можете, какие страдания выпали на долю солдат на фронте. Когда я думаю об этом, слезы застилают мне глаза. А вы как думали, иначе быть не может. Война в особенности такая, как та, навеки калечит тебя. И кажется, от этого никуда не скрыться. Она словно вытравливает тебя изнутри. Северо-восток Франции лежал в руинах. Такие города, как Сен-Кантен, пришлось отстраивать заново. Когда-то здесь располагалось множество французских промышленных предприятий. Теперь французские власти требовали от немцев расплаты, ведь те были зачинщиками войны. Да и немецкие территории особо не пострадали. Французы требовали от немцев возмещения всех военных расходов союзникам и выплаты пенсий семьям погибших и инвалидов. На Версальском мирной конференции 1919 года между французами и их союзниками возникли разногласия. Франция настаивала на постоянных мерах послаблению Германии. Америка с Великобританией опасались, как бы слишком жесткие условия мира не привели к новым войнам. Для французов зеркальный зал Версальского дворца – значимое место. Ведь именно здесь, полвека назад, торжествующая Пруссия провозгласила создание Германской империи, Второго Рейха. За сто лет Париж пять раз слышал залпы немецких орудий, и трижды парижанам приходилось смотреть, как немцы маршем идут по улицам французской столицы. Мирный договор был построен на компромиссах. Германию обязали выплачивать репарации вплоть до 80-х годов XX века. Она лишилась большей части своих вооруженных сил, всех своих колоний и части территорий. Но союзники Франции отвергли предложение провести западную границу Германии по реке Рейн. Вместо этого бассейн Рейна был превращен в демилитаризованную буферную зону, и это была единственная немецкая провинция, оккупированная союзниками. По количеству населения и уровню промышленности Германия все равно обгоняла Францию. В начале 20-х годов Франция воспряла духом. Манящий Париж будоражил воображение всего мира. Что и говорить, в те времена нам было не до скуки. Мы веселились, и, конечно, отовсюду лилась музыка, которая как нельзя лучше передает дух той эпохи. Эпохи богачей и свободы выбора, как в отношении досуга, так и работы. Тогда работы хватало на всех желающих. Франция тогда была очень могущественной страной, даже по европейским меркам. В 20-х годах ее армия не знала себе равных в мире. Ее финансовое благосостояние подкреплялось удачными инвестициями за рубежом, особенно в странах Центральной Европы. Уверенными темпами росла экономика. Благо Франция ее модернизировала, в отличие от Великобритании, которая в ту пору переживала период, если не литургии, то затишня. И, наконец, Франция главенствовала на международной политической сцене Европы. В 1923 году французские войска заняли Рур, богатейший промышленный район Германии. Немцы больше года задерживали выплаты по репарациям, и согласно условиям мирного договора, Франция имела право нанести ответный удар. Это вызвало неудовольствие Британии, считавшей репарации непомерно высокими, а Францию слишком жадной. Правительство Германии объявило всеобщую забастовку. На предприятиях Круппа в Эссене французские военные застрелили 13 немецких рабочих. Под конец Германия согласилась выплатить репарации, но Франция оказалась в международной изоляции. С тех пор Франция не выступала против Германии без помощи Британии. Этот образ агрессора Европа запомнила на следующие 20 лет. Даже Великобритания и та склонна была переоценивать мощь Франции и недооценивать мощь Германии. В 1920 году Оксфордский университет присвоил Калимонсо почетную степень. Приехав на церемонию, тот спросил Ллойд Джорджа, «А чего вы так к нам враждебны?» А Ллойд Джордж ответил, «Англия всегда поддерживает других в борьбе с сильнейшей страной континента». И выходит, что сильнейшая страна — это вы. Версаль, Америка и Британия договорились гарантировать нерушимость границ Франции в случае немецкой агрессии. Когда Сенат США отказался ратифицировать договор, предложение британцев повисло в воздухе, что стало тяжелым ударом для Франции. Та начала искать новых союзников в деле сдерживания Германии. Не трогая Советский Союз, который все еще корчился в родовых муках революции, Франция сплела сеть альянсов с государствами поменьше — Чехословакии, Польшей, Румынии и Югославии. При этом на Западе стратегия Франции была совершенно пассивной. Страна вкладывала миллиарды в укрепление франко-германской границы на отрезки между Швейцарией и Бельгией. Эти укрепления стали называться «Линией Можино». Линия Можино — шедевр военной инженерной мысли. Она считалась неприступной, по крайней мере, прямые атаки были ей не страшны. Но главное, «Линия Можино» работала на сохранении человеческих жизней, того ресурса, по количеству которого Германия всегда опережала Францию. Во время атаки люди гибнут тысячами. В первые месяцы войны 1914 года кровь и вовсе лилась рекой. Погибла вся французская молодежь, все молодые ученые. Задачей «Линии Можино» была максимальная защита солдат. Основной урок войны стал основой военной доктрины Франции. Главное — это оборона. Но на постройку «Линии Можино» ушли почти все средства, которые Франция готова была ассигновать своим вооруженным силам. Хуже того, эта цепь блиндажей и бункеров породила особое мировоззрение, крайне инертное и пассивное, которое так и не удалось преодолеть французским военачальникам. Для Франции «Линия Можино» была своего рода незримой силой. Нам все время твердили, что благодаря ей Франция сильна и непобедима, что «Линия Можино» — это настоящая стена, барьер, защищающий нас от любых вторжений. В то время Франция казалась очень могущественной. Всюду, в школе и дома нам повторяли, благодаря «Линии Можино» Франции не грозит ничьё вторжение. Но вторжение было угрозой отдалённой, а вот падение благосостояния вполне реальной. Год за годом сменявшие друг друга недолговечные правительства избегали непопулярных мер, вроде повышения налоговой ставки для богачей. Ни одно правительство не удержалось у власти достаточно долго, чтобы взять под контроль экономику. И когда Великая депрессия обрушилась на Францию, в казне было почти пусто, ведь страна щедро раздавала займ. Вместо того, чтобы кинуть все средства на преодоление кризиса, как поступили и Соединённые Штаты, французское правительство пошло по пути дефляции. Производство сократили, зарплаты, как и пенсии, вдовам и ветеранам урезали. Экономический кризис обострил социальные рассвоения. Темнокожая американская певица Джозефина Бейкер по-прежнему собирала полные залы в парижских ночных клубах. Для стильных и знаменитых ничего не изменилось, и это давало почву недовольству. Мама работала у людей, принадлежавших среднему классу, то есть богачей, которые могли себе позволить круглосуточно держать прислугу. Она жила на чердаке без окон, из мебели там стояли лишь стул и ужасная железная кровать. Получив минутку, она, примастившись у краешка кухонного стола, доедала хозяйские объедки. Вернее, то из них, что хозяйка сама выбрала и оставила ей. Мама, как и множество других работников, видела очень мало радостей в своей тяжелой жизни. Политическая и экономическая стагнация обострили старые конфликты. Исторически так сложилось, что крестьяне терпеть не могли рабочих. При этом и те, и другие завидовали богачам и одновременно ненавидели их. Новым элементом стал политический экстремизм, где на левом крыле правили коммунистические взгляды, а справа находились фашистские движения различного толка. То, что питало экстремизм, разрушало парламентскую демократию, и она оказалась беспомощной. Не забывайте о том, что за 10 лет, с 1920 по 30 годы, у нас сменилось больше 25 правительств. В Палате депутатов ни одна партия не могла получить большинство голосов. Стоило одно из них сформировать правительство, как часть ее сторонников уходила к оппозиции. В феврале 1934 года трехдневной демонстрации правых, выступавших против коррупции в верхах, обернулась массовыми беспорядками на площади согласия. Поскольку коммунисты и ветераны выступали сообща с фашистами, толпа двинулась на другой берег реки, к парламенту. Полиция и гвардейцы пытались удержать мост, а в самой Палате депутатов новое центристское правительство Эдуардо де Ладье старалось получить вотум доверия. Сотни тысяч людей собрались на штурм Палаты депутатов. Они дошли до площади согласия, и мой отец, стоявший в двухстах метрах от них, отдал приказ открыть огонь. Парламент им взять не удалось, но убитые и раненые были. Через шесть часов площадь опустела. Итог – 17 человек убитых, примерно две тысячи раненых. Со времен Парижской коммуны 1871 года улицы французской столицы не видели такого кровавого сражения. Премьер-министр де Ладье получил свой вотум доверия, но его собственный кабинет, испугавшись, вынудил его уйти в отставку. Впервые в этом столетии парламент пал под натиском толпы. Уличные бои пришлись очень некстати. Они отвлекали внимание французов от куда более важных событий – по ту сторону Рейна, где после нескольких лет похожих беспорядков к власти пришел Гитлер. В начале 1936 года Гитлер ввел свои тогда еще немногочисленные войска в Рейнскую демилитаризованную зону, нарушив тем самым два договора. Для Франции это стало реальной угрозой, ведь, во-первых, демилитаризованная зона служила буфером, во-вторых, в случае войны французские войска могли быстро пройти ее насквозь и атаковать Ру. Теперь Франция ее лишилась. Я сразу сказал, не может быть, правительство этого не позволит. Завтра утром мы выступаем. Я достал свою офицерскую форму и разложил ее на кровати. И тогда сказал, завтра меня здесь не будет. А на утро ничего не произошло, и об этом я жалел всю жизнь. Моя ярость докатилась, должно быть, до самых отдаленных уголков Франции. Жаль только, что она не отозвалась в умах нашего правительства. Тогда бы нам не пришлось пройти через то, что случилось. Нас мало занимали события в Раинской зоне. Не забывайте, что в то время рабочему классу приходилось очень тяжело, в особенности из-за безработицы. Какое нам было дело до соседей? Мы обсуждали собственные трудности. Еще одна причина бездействия Франции – память о кровопролитии 1914-1918 годов. Общественное мнение, воплощенное в прессе, противилось к самой мысли о войне. Даже генералы втайне были пацифистами. Они уверяли политиков в том, что армия ориентирована на пассивную оборону посредством линии Мажино, а не на стремительное наступление. Они чудовищно переоценивали мощь Германии, а из Британии нечего было ждать помощи в сопротивлении Гитлеру, поскольку британское правительство было решительно настроено против ввода британских войск на континент. Окупация Рейнской зоны в марте 1936 года стала поворотным моментом во французской политике 30-х годов. Когда Франция не ответила Германии ударом на удар, ее международный авторитет сильно пошатнулся. В особенности в глазах небольших государств-союзников. С чего бы Франции бросаться на выручку полякам или чехам, если она не может отстоять даже собственные интересы на Рейне? Система альянсов рушилась на глазах. Более того, Франция осознала собственную слабость. Полезные в 20-х годах союзы с малыми странами стали обременительной ношей в 30-х. Германия набирала мощь, а Франция пыталась привлечь новых союзников. Снова и снова нужды национальной обороны разбивались о внутренней идеологической разногласии. Когда французские власти попытались сблизиться с фашистской Италией, стали в ярую оппозицию левые. А один лишь намек на союз России возмущал правых. Оставалась Британия. Но британцы сделали ставку на политику умиротворения и, не спросясь французов, заключили морское соглашение с Гитлером, что позволило тому оснастить мощный флот. Переговоры с британским правительством о морском соглашении вел Герр фон Риббендроп. Власти Франции пришли в смятение, узнав, что Британия ведет переговоры с Гитлером за их спиной. Они не понимали, зачем англичане пытаются сохранить баланс сил в Европе между Францией и Германией. Ведь Германия все крепла, а у технически отсталой Франции не осталось союзников. Пути Британии и Франции еще больше разошлись, когда во Франции усилились левые политические настроения. Однажды мама взяла меня за руку, и мы вышли на улицу, смешавшись с толпой. Все держались за руки, кричали и пели. Отовсюду слышалось свобода, праздники, братство. И над всем этим гремел интернационал. Товарищи! Такие демонстрации объединяют миллионы рабочих. Так сплотимся же, чтобы не допустить фашистов ко власти. В то время классовая ненависть глубоко пустила корни. Кризис 30-х годов лишил Францию национальной сплоченности. И что еще серьезнее, в 1934 году начался политический кризис, и классовая ненависть нашла отражение и в политическом противостоянии правых и левых. А ненависти яростно трубили на каждом шагу. В мае 1936 года во Франции состоялись выборы. Партии левого крыла объединились благодаря своей ненависти к правам. Коммунисты, повинуясь приказу Сталина, призвали верхушку социалистов сплотиться против фашистов. Новый народный фронт, объединявший социалистов, коммунистов и радикалов, получил на миллион голосов больше, чем партии правого толка. Эти выборы стали триумфом рабочих. За минувшее столетие они дважды приходили к власти на волне революции, но оба раза буржуазия отбрасывала их назад. Теперь у рабочих был шанс на реформу. Премьер-министром стал вечный оппозиционер-социалист Леон Блюм. В последний момент коммунисты отказались войти в состав правительства. Задача нашего правительства – обеспечить благосостояние обществу. Мы желаем вернуть обществу веру в мирную Европу, а французским рабочим – веру в себя. Согласно Конституции, новое правительство могло приступить к исполнению своих обязанностей лишь через четыре недели. Два миллиона ликующих рабочих отказались ждать обещанных реформ. Они начали сидячие забастовки, рату из-за повышения оплаты труда, сокращение рабочей недели и право профсоюзов заключать коллективные договоры. Партии правых кричали о революции. Работодатели сдались, парламент санкционировал реформы. Но ветер перемен отпугнул инвесторов и вызвал ответную реакцию – отток капитала за границу и, как следствие, падение курса франка и его девальвации. Вскоре после прихода Народного фронта к власти разразилась гражданская война в Испании. Там правые повстанцы генерала Франко ополчились на правительство Испанского Народного фронта. Французы разошлись в оценках происходящего. Леон Блюм выступал за то, чтобы ввести войска в Испанию и поддержать тамошних левых. Товарищи, друзья, все мы, собравшиеся здесь, хотим мира. И первые условия мира очевидны. Нация не должна быть вынуждена защищать с оружием в руках свою территорию или свободу действий своих общественных институтов. Верхушка правых возражала. Интервенция может спровоцировать гражданскую войну и во Франции. Перед лицом этой вероятности и мощного давления со стороны Британии Блюм отступил. Французы боялись коммунизма, поскольку в них были живы воспоминания о русской революции и недавней гражданской войне в Испании. Приход коммунистов к власти вызвал бы кровавую, братоубийственную войну между самими французами. Народный фронт взял курс на срочное перевооружение. Раньше левое крыло противилось такому решению, но теперь Францию грозили взять в кольцо три фашистских государства – Германия, Италия и Испания. Министром обороны был назначен радикал Эдуард де Ладье. В начале сентября 1936 года Де Ладье собрал военных, среди которых был и генерал Жорж, и спросил его, сколько миллионов вам нужно на выполнение четырехлетнего плана? Девять миллионов, ответил Жорж, и Де Ладье сказал, вы получите 14 миллионов. Впервые гражданское правительство, да еще и принадлежащее к левому крылу, ассигновало армии больше средств, чем та просила. Приведу еще один малоизвестный факт. Если проанализировать тогдашний бюджет Франции, то выясняется, что Народный фронт тоже придерживался принципа «пушки вместо масла». Почему? Потому что Гитлер становился реальной угрозой. Перевооружение вызвало очередную ответную реакцию правого крыла. Пятью годами ранее в Париже участники Лиги «Огненные кресты», чей костяк составляли бывшие фронтовики, вломились на головечер Международного конгресса по разоружению, обвинив собравшихся в пацифизме. Теперь же «Огненные кресты» изменили свою позицию, считая, что предпринятое правительством левого толка перевооружение приведет к прокоммунистической войне. И вновь внутренние идеологические разногласия связывали правительству руки. Морис Горде был активным участником «Огненных крестов». Но если вам интересно мое мнение, то я отвечу. Будь у меня выбор политики месье Леона Блюма, я бы предпочел режим, близкий к национал-социалистическому фашизму. Я с уверенностью заявляю об этом. Следующие два года Народный фронт Леона Блюма один за другим садресали кризисы. Он уже не пользовался поддержкой большинства, ведь многие его сторонники переметнулись к консерваторам. Рабочие многого добились, но банкиры и финансисты заставили страну дорого поплатиться за эти достижения. Отток капитала за границу встал Францией в десятки миллионов франков, и государству не хватало денег на то, чтобы угнаться за Германией. В вопросах перевооружения. К 1938 году Народный фронт, по сути, приказал долго жить. И 11 марта, в день, когда Гитлер оккупировал Австрию, Франция оказалась страной без правительства. Вена. Австрийская национал-социалистическая партия празднует победу. Во всей Австрии идут демонстрации процессий. По дорогам гремят радостные кличи и пения, в то время как головные моторизованные подразделения немецкой армии собираются в Инсбруке. Как и в истории с оккупацией Рейнской зоны, Франция с Великобританией заявили протест, и на том дело и кончилось. Правительство возглавил Эдуард Деладье, человек, который 17 раз избирался членом Совета Министров и трижды был премьер-министром. Этот центрист был одинаково нетерпим как фашистам, так и коммунистам. Деладье был человеком деятельным, но нерешительным. Недаром его прозвали «Бык с рожками улитки». Во имя своей страны я поведу Францию к союзу со всеми нашими единомышленниками, с теми, кто, подобно нам, готов по-прежнему искать мирные пути, но восстанет против агрессоров. Деладье прекрасно понимал, каким будет следующий шаг Гитлера. Германия аннексировала Австрию. Что дальше? Ответ подсказывает сама карта Европы. Чехословакия по-прежнему окружена. Зажатая между Берлином и Веной, Прага может быть атакована с обеих сторон. Итальянская граница находится в зоне досягаемости немецких орудий. Для сторонников Гитлера она олицетворяла важнейшую фазу масштабной пангерманской программы. Эта программа подразумевает аннексию рейхам всех народов, которые относятся к немецкой расе, обитают рядом с немецкой границей и по договору 1919 года состоят в союзе с соседями Германии. Чехословакия была главным союзником Франции в Европе. Французы обучали чехословацких военных, в том числе летчиков, и помогли выстроить вдоль немецкой границы систему укреплений по образцу линии Мажино. Деладье спросил французского генерала Стаффа, какими военными действиями Франция может помочь их Словакии, с учетом того, разумеется, что мобилизация станет лишь первым шагом. Президент Деладье два года занимал пост министра обороны. Принятый в 1936 году план перевооружения был его идеей. Если кто и смыслил что-то в делах французской армии, так это Деладье. Следовательно, он знал о всех ее изъянах и недостатках, и в полной мере сознавал, что в сентябре 1938 года французская армия была совершенно не готова к военному вмешательству. К 1938 году, который ознаменовался Мюнхенским кризисом, премьер-министры Франции и Великобритании уже плохо ладили. Деладье хотел отстоять своего союзника, Чехословакию, а Чемберлин считал, что судьба далекой маленькой страны – не повод развязывать войну. Отсутствие поддержки в родной стране заставило Деладье пойти на поводу у британцев. Его министр внутренних дел Жорж Банне настаивал на мирном урегулировании ситуации. Французские генералы твердили, что Франция потерпит поражение, ее военно-воздушные силы будут разбиты, а Париж окажется стерт с лица земли. Перед лицом неминуемой катастрофы началась эвакуация Парижа. Была организована гражданская оборона. Эти ветераны надеялись избавить своих детей от пережитых ими самими страданий. На Мюнхенской конференции Деладье согласился с Чемберленом, бросив Чехословакию на произвол судьбы, и со вздохом сказал «Я пойду на все, чтобы избежать войны, ведь мы ее проиграем». Этиен Крушанель сопровождал Деладье на обратном пути в Париж. Я прекрасно помню, какое похоронное настроение царило на борту самолета. Мы понимали, что потерпели серьезные поражения. Мы без боя сдали нашего друга и союзника, который теперь обездвижен. Атмосфера была столь тяжелой, что когда мы на подлете к Лебурже увидели собравшуюся там толпу, то решили, что нас собрались освистать. Деладье еще думал, стоит ли нам тут приземляться. Решив, что от судьбы не убежишь, он все же приказал пилоту садиться в Лебурже. Самолет остановился, двери открылись, и вместо свиста и улюлюканья на нас обрушился шквал аплодисментов. Это было выше нашего понимания. Как сейчас помню, Деладье повернулся к своему соседу и сказал «Эти люди сошли с ума». После мюнхенской конференции испуганная Франция вздохнула с облегчением. Теперь французы твердили одно. Мы добились мира. Ведь французы все до единого старались избежать войны. Войны пока удалось избежать, но Деладье знал, что Гитлер намерен силой захватить власть в Европе. В 1938 году Деладье подписал мюнхенское соглашение против своей воли. На самом деле Деладье, в отличие от Невилла Чемберлена, не был сторонником политики умиротворения. Для него только одно было важно. Франция еще не готова к войне. Принятое решение позволяло ему выиграть время. Он знал, что война неизбежна, но Франция успеет лучше к ней подготовиться. Вернувшись из Мюнхена, я сказал отцу, за что мне это? Надо было идти в армию. Он мягко взглянул на меня и ответил, будь уверен, ты еще повоюешь, и война окажется дольше, чем ты думаешь. Через неделю после возвращения из Мюнхена Деладье публично отрекся от политики умиротворения и борьбы за мир любой ценой. Иногда, глядя на лучи закатного солнца, я, как и все сыны человеческие, предаюсь раздумьям, верной ли дорогой я иду, и нет ли более правильного пути. Но сегодня я выбрал свой путь. Наша республика сильна. Демократия крепка. И мы победим все невзгоды. Нам не страшен неприятель. Если придется, мы, граждане Франции, ее вооруженные силы, и вся нация, станем как один и дадим отпор насилию. Французское правительство обрело уверенность в себе. Были введены новые налоги, подняты объемы производства и подавлены забастовки. Все во имя скорейшего перевооружения. Соображения национальной обороны требуют беспрецедентных объемов вооружения. Все французы, независимо от своих политических убеждений, должны быть готовы встать на оборону своей страны, если желают защитить свою собственность и свою свободу. В 1939 году у наций возникло, что очень важно, ответная реакция. Страна пробудилась к жизни. Думаю, главную роль здесь сыграло Мюнхенское соглашение. На французов оно подействовало как удар током. Один из первых опросов, проведенных французским институтом общественного мнения, показал, что 57% населения одобряют Мюнхенское соглашение. Впрочем, 37%, а это немало, не были с ним согласны. Чуть позже был проведен еще один опрос. Вопрос был сформулирован так. Готовы ли вы пойти на новые уступки Гитлеру? Ответ был показательным. 70% нет, 17% да. Вот как менялось отношение общества. По сути, Мюнхен поставил точку не в войне, но в отношении наших уступок Гитлеру. Впоследствии были новые встречи с британцами. К разочарованию Франции их не особо интересовал единый план военных действий. В случае войны Британия готова была отправить на континент лишь две дивизии. Лишь гитлеровское вторжение в Чехословакию в марте 1939 года заставило Францию и Англию объединиться. Обе страны полагали, что следующей целью станет Польша, еще один союзник Франции. Великобритания гарантировала Польше ее независимость. Итак, Англия дала слово Польше и Румынии и желала упрочить связи с Францией. Военные переговоры очень оживленные и дружеские шли всю весну. Да, с приходом 1939 года англо-французские отношения коренным образом изменились. Теперь у обеих стран была общая цель не дать Гитлеру захватить мир и установить повсюду свой гнусный режим. Я получил приглашение на парад 14 июля 1939 года. И, конечно, пошел. Парад был великолепный. Настоящая армия Второй империи. Белые, синие, красные кирасиры, англичане в меховых шапках. Все это, впрочем, выглядело несколько старомодным. По дороге на парад я увидел шесть современных бомбардировщиков Лео-45. Я еще подумал, что это, наверное, последние, а было больше. На следующий день я зашел по делам в Министерство обороны и выяснил, что эти бомбардировщики и в самом деле были единственными. В 1939 году у нас было штук 300 современных истребителей, но лишь шесть современных бомбардировщиков. Еще несколько построили в 1940 году. Итак, в 1939, когда Франция вступила в войну, у нас было 500 стоящих современных самолетов. У Англии полторы тысячи, а у Германии три с половиной тысячи. В августе 1939 года Британия и Франция предприняли последнюю и запоздалую попытку обрести союзников в борьбе против Гитлера. Они отправили объединенную миссию в Москву. Но немцы их опередили. Пакт между СССР и нацистской Германией отдавал судьбу Польши в руки этих стран. Вы достаточно хорошо меня знаете, чтобы понимать. Я сделаю все, что в человеческих силах, дабы избежать войны. На кону стоит не только жизнь и свобода 33 миллионов поляков, но и судьба всех жителей Европы. Но если все наши усилия окажутся бесплодными, мы воззовем к тебе, народ Франции, к твоей отваге и воле, готовые противостоять рабству. французы, я знаю, что вам не нужно напоминать про ваш долг перед Родиной. Я знаю, что вы исполнены решимости спасти вашу отчизну, спасти любой ценой. Живо помню, как в 1939 году какой-то парижский модельер выпустил партию ремешков, на которых было вышито «Давайте же с этим покончим! Давайте же с этим покончим!» То есть, когда люди поняли, что война неизбежна, они сказали себе «Что ж, попробуем ее пережить!» Самотверженная борьба польского народа – одна из самых героических страниц в летописи человечества и постыдное, несмываемое пятно на истории агрессора. 1 сентября Германия напала на Польшу. Через два дня Франция и Британия объявили войну Германии. Обе страны не собирались напрямую помогать Польше. Они не были готовы к таким действиям. В последние мирные деньки Франция по-прежнему оставалась разобщенной. Министр иностранных дел Жорж Бонне отчаянно пытался удержать Францию от участия в конфликте. Он до последнего придерживался политики умиротворения, чего не скажешь о большинстве французов в 1939 году. Люди думали, что через три месяца Франция сокрушит Германию. Молодые ребята шли на войну, рассчитывая вскоре вернуться. Но в это не верили ни их матери, ни люди старшего поколения, которые помнили рассказы о войне 1914-1918. годов и до сих пор оплакивали своих близких у военных мемориалов, высящихся в каждом городе. он всегда плырел. Он всегда плырел. Он всегда плырел. себе французы. Теперь же он стал первым городом, откуда эвакуировали жителей. Грустное было зрелище. Все эти старики со скудными пожитками в чемоданчиках, матери с детьми на руках. Но все верили, что это ненадолго, что сейчас они уходят, но вскоре город снова освободят, что французы скоро займут его. После 1919 года Франция никогда не ступала на тропу войны. Она и помыслить о ней не могла после пережитого ею в войне 1914-1918 годов. Собственно, Франция не могла себе позволить такую роскошь, как война. Она была ослаблена как с демографической, так и с финансовой точки зрения. Плюс к тому пацифизм исходил не от левого крыла. Он шел из глубин всего общества. Его исповедовали все политические партии. Франция всего лишь шла мирным путем. Но правда в том, что мирный путь, в конце концов, привел ее к войне. Только девять месяцев спустя путь завершился поражением. С удивлением и горечью слушали французы, выдвинутые Германией условия прекращения военных действий. Их родина не смогла отразить очередное вторжение Германии. Двадцать лет раздоров и упадка не прошли даром. Французы, выдвинутые Германией условия, даром, 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 даром. Би-Би-Си выражает благодарность Производство BBC совместно с Arts & Entertainment Network, Австралийской вещательной корпорацией MTI Films & Video, консультант Ричард Овери, оператор Дэвид Саут, монтаж звука Джон Хуппер, монтаж хроники Брэндон Меллон, редакторы Сара Гослинг и Пол Харди, продюсер сериала Деннис Блэквей, генеральный продюсер Кристофер Уоррен.